Всех приветствую! Продолжаем рассматривать картины художников, знакомиться с их описанием. Владимир Маковский, пис хозяина, 1911 год. Вот такое описание нашел в интернете. Картину написал художник Владимир Маковский, который любил создавать жанровые полотна со сценами жизни простых людей. В своем произведении «Без хозяина» мастер воплотил на холсте эпизоды жизни подростка, работающего прислугой в барском доме. Каждая картина Маковского словно короткий рассказ о будниках маленького человека, выхваченная минуткой из круговорота ежедневных событий. Так, здесь мы видим расслабившегося паренька, который на мгновение представил себя богачом, пока его хозяев нет дома. Скорее всего, этот мальчик приехал из деревни. Родители, как часто бывало в то время, отправили сына в люди, чтобы тот мог обучиться в навыкам какой-либо профессии и самостоятельно себя обеспечивать. Обычно дети, отданные в люди, делали самую тяжелую и черную работу, слабо касающуюся самой специальности. Однако наш герой устроился очень даже неплохо, хотя он и убирает дом, но находится в тепле, чистоте и сытости, чего нельзя сказать о многих других детях, находившихся в людях. Герой картины «Без хозяина» может даже позволить себе расслабиться и закурить сигар. Похоже, что хозяева этого дома достаточно добрые люди, иначе парень не смог бы позволить себе такого поведения даже в их отсутствии, ведь пропажу даже одной сигары легко можно обнаружить, а запах табака будет выветриваться очень долго. Маковский очень тщательно отнесся к деталям, которые хорошо показывают роскошную жизнь хозяина дома. Здесь и дорогие картины в золоченных рамах, и букет из экзотических пирев, и персидский ковер, и добротная мебель. Конечно, герой сюжета желает владеть такими же благами, но пока это для него недосягаемо. Картина «Без хозяина» была довольно популярной, ее даже использовали как иллюстрация по различным художественным произведениям. В настоящее время полотно является частью коллекции Ярославского художественного музея. Ну вот так вкратце описание работы Владимира Маковского. Работа называется «Без хозяина». Написана в 1911 году. Пока-пока, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин